В литературе и эпосе паладины часто фигурируют как идеализированные рыцари, олицетворяющие добродетели рыцарства, честь, верность и мужество. Поэтому их так любят описывать в рыцарских романах, где они совершают подвиги во имя дамы сердца и участвуют в турнирах, чтобы принести ей победу. Первыми вызываясь, если даму сердца утащил огнедышащий дракон. К счастью, сегодня за внимание дамы сердца с драконом бороться не нужно, ведь появилось приложение «Ковер». Это настоящий рыцарь среди приложений для знакомств. Досмотрите до конца, чтобы понять почему. Во-первых, в ковре отсутствуют свайпы, благодаря чему вы можете написать любому понравившемуся человеку, не дожидаясь ни того, как сработают алгоритмы, ни драконов. А чтобы искать было удобнее, можно отфильтровать анкеты по городу, полу, возрасту и интересам. Еще одна фишка. В приложении есть афиша, где вручную собраны самые интересные локации и мероприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Благодаря этому вы можете познакомиться с кем-то под определенное мероприятие, выбрать место для первого свидания или быстро социализироваться в новом городе. А для любителей «Погорячее» есть подборка событий 18+. Здесь найдутся шибари, мастер-классы и даже обнимательные вечеринки. Кроме того, в приложении низкая конкуренция среди мужчин, что нетипично для подобных приложений. Скачивайте ковер по ссылке в описании, создавайте анкету прямо сейчас и наполните свою жизнь новыми знакомствами. Белоснежные доспехи, огромный щит и вера в свет. Примерно такой образ у большинства из нас складывается в голове, когда мы слышим слово «Паладин». В этом, безусловно, огромная заслуга поп-культуры. Фильмы, игры, сериалы – всё это сделало в понимании массового зрителя паладинов чем-то киношным, фантастическим. Более того, многие из нас даже не предполагают, что паладины – это более чем исторический термин. Да что там термин, не все знают, что паладины существовали в реальности. Божественный щит вешать и исцелять они, правда, не умели, но достоинством и самоотверженностью обладали как подобает. Сегодня мы не просто поговорим о том, кто такие паладины, откуда взялись и почему они не снискали большой популярности как исторические фигуры, но и примерим на себя их доспехи. Встречайте, что если бы вы стали паладином на один день? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, кто же такие паладины с исторической точки зрения? Само по себе слово «паладин» происходит от латинского «palatinus», что в переводе означает «дворцовый». Хм, латынь, вероятно, что-то из средних веков, можете подумать вы. И будете правы, но лишь отчасти. Как бы это удивительно ни звучало, слово «паладин» относится еще к временам Римской империи. Да-да, несмотря на всю популярность и ту чистоту, с которой мы думаем о Риме, паладины почему-то в это не вписались. Так кто же такие были паладины? Паладинами называли высших чинов при дворе императоров Рима, а впоследствии и Византии. Причем в ранг паладинов попадали не только военные, но и гражданские люди. Их, скажем так, отличительной особенностью была фанатичность, временами граничащая с безумием. Эта фанатичность, как правило, касалась ревностного служения какому-то человеку, чаще всего императору, идеи или религии. Однако одной фанатичности было мало для того, чтобы считаться паладином. Им не мог быть простолюдин. Паладинами были выходцы исключительно из высшего сословия. В большинстве своем паладины, за исключением, очевидно, гражданских лиц, были еще рыцарями. Эдакие достойнейшие из достойнейших. Самые преданные из преданнейших. Но кто же конкретно звался паладином? Или их имена остались за бортом истории? Отнюдь. Их состав был очень разношерстным, и многие имена в этом списке наверняка вызовут у вас удивление. Дадим подсказку, а вы пишите свои догадки в комментариях. Итак, среди них есть персонажи, связанные с обладателем одного легендарного меча, соратники одного великого, а также человек-объединитель по историческим меркам, живший совсем недавно. Написали? Ииии, барабанная дробь, встречайте, рыцари круглого стола, ближайшие и наиболее выдающиеся воины Карла Великого, и, наконец, Отто фон Бисмарк. Действительно вариативный список, не правда ли? Но неужто это все? Конечно, нет. Но других имен история, увы, не помнит. Ладно, Средневековье и король Артур, но Бисмарк-то тут что забыл? Своим присутствием в этом списке железный канцлер обязан немецкому литератору Бруно Гарлеппу, который написал целую серию книг под названием «Паладины императора Вильгельма», в которую, помимо Бисмарка, вошли еще несколько значимых прусских деятелей того времени. Да и к тому же, если вспомнить критерии Паладина, то чем Бисмарк неподходящий кандидат? Выходец из дворянства, хоть и мелкого, который не просто фанатично отстаивал идею единой Германии вплоть до гробовой доски, так еще и сумевший воплотить эту идею в жизнь. Однако день из жизни Паладина мы будем проживать не в роли Бисмарка. Но если вы хотите узнать больше об этом в Великом Канцлере, пишите в комментариях, и мы обязательно сделаем ролик на эту тему. Что же, пора переноситься в прошлое, прямиком в доспехе Паладина. Как обычно, наш герой будет иметь вполне себе реальный прототип. Кого мы в его качестве выбрали, расскажем в конце, а мы начинаем путь. Встает наш Паладин по имени Уголь Йорис, ни свет ни заря. Умывание, завтрак и оттачивание навыков, владение мечом. Скоро турнир, на котором лучшему рыцарю государства, так еще и племяннику короля, ну никак нельзя упасть в грязь лицом, как в прямом, так и в переносном смысле. После такой утренней, общеукрепляющей, ободряющей гимнастики наступило обеденное время. На обед Уга неизменно ходит к дяде-королю. И тут дело не только в семейности. За обедом обсуждаются насущные государственные вопросы и дела. Сегодня на повестке дня стоит поход к последнему непокоренному городу Сарацин – Сарагосе. Непокоренные мавры, наконец, решили проявить благоразумие и стать вассалами короля. Однако Уга не считает это хорошей идеей. По его мнению, это может быть ловушкой или же обманным маневром. Как показала практика, маврам доверять нельзя. Его мнению противостоит граф Гвенелон. В итоге Гвенелон сам отправляется к правителю Сарагосы Марсилию в качестве посла. Возвратившись от него с уверениями о преданности и даже переходе в христианство, король, несмотря на уговоры племянника, соглашается на это предложение. Необходимости держать войска на границе с Испанией теперь нет, и король выступает с армией обратно в столицу. Уга во главе двадцатитысячного войска обеспечивает прикрытие армии с тыла. Казалось бы, ничего не предвещает беды. Однако по пути домой в Рансевальском ущелье Уга попадает в засаду. На лицо виден численный перевес мавров, но наш отважный паладин не допускает даже мысли о бегстве. Как говорится врагу, не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. При этом и подмогу от основной армии Уга не просит, боясь, что его дядя может попасть в такую же засаду, если повернет назад. Начинается грандиозная битва. Паладины отражают атаку за атакой, но войску противника нет конца. Оставшись с небольшой группой своих ближайших сподвижников, Уга принимает последний бой и падает смертью храбрых. Перед самым концом он успевает протрубить в свой рог, послав всей громкий зов в небесные пустоты. Этот звук слышит король и понимает, что стряслось нечто неладное и разворачивает армию обратно к Рансевалю. Однако подоспевшее войско не успевает спасти Уга. Самоотверженность паладина позволила сковать силы мавров, которые король разбивает. Из-за больших потерь идти на Сарагосу не представляется возможным, так что город остается непокоренным. Короля же мучает совсем другой вопрос, кто его предал и обрек племянника на смерть. Предателем оказывается Гвенеллон, но никаких прямых доказательств нет. В итоге спор должен решиться путем судебного поединка, по итогам которого Гвенеллон проигрывает и отправляется на казнь вместе со своей семьей. Вот так проходил последний день из жизни самого известного паладина. Уже догадались, кто это? Конечно же, Роланд – ближайший соратник и племянник короля Карла Великого. Описанные нами события запечатлены в ключевом произведении древней французской литературы – «Песнь о Роланде». При этом события конца VIII века впервые были зафиксированы на бумаге лишь в середине XII века. Многие историки высказывают сомнения касательно исторической достоверности этой поэмы. Почему, спросите вы? Дело в том, что сюжеты некоторые моменты очень сильно отличаются от того, что происходило в реальности. Так, как минимум армии Карла и войск у Роланда противостояли отнюдь не сарацины, а баски. Возраст короля в песне очень сильно завышен. Он показывается чуть ли не седым старцем, в то время как в реальности на тот момент ему было не более 25 лет. Отомстить за смерть племянника ему не вышло. Баски, разбив армию Роланда, скрылись под покровом ночи, так что преследовать их не было возможности. Наконец, предательство Гвинелона хоть и имело место быть. Никакой информации о том, что он был убит за это или вообще понес какое-то наказание, нет. Несмотря на это, реальность самого события не подвергается сомнению. Ученым удалось даже восстановить исторические прототипы главных героев песни. В целом же само произведение оказало колоссальное влияние на литературу Франции. Зачастую эта песнь пелась солдатами французской армии перед сражениями. Что иронично, впоследствии эта поэма была забыта и случайно обнаружена лишь в 19 веке. При этом сам сюжет был хорошо известен и никогда в забвение не попадал. Но как так могло произойти? Само произведение утеряно, а сюжет остался. Тут Роланд обязан своему соратнику Оливье, который вместе с ним пал в битве в Рансевале. У Оливье был сын Гальен, рассказы о котором были весьма популярны в те времена. Ну а какой рассказ о средневековом рыцаре без упоминания его героического предка? С Роландом разобрались, но почему само слово «паладин» выпало из оборота? Как мы уже сказали, паладинами называли фактически лучших из рыцарского сословия. Их отличала духовность, преданность и чистота. Вот как раз из-за того, что в реальности, в отличие от литературы, рыцари все реже и реже соответствовали своему образу возвышенных героев. В позднее средневековье, когда рыцарство повсеместно представляло из себя скорее разбойников, чем доблестных защитников, паладинов попросту не осталось. А в книгах и песнях тех, кто мог попадать под такое название, стали называть просто рыцарями. Так что в целом почти каждого героя-рыцаря средневековых поэм можно назвать паладином. А как тогда это слово вновь вошло в наш лексикон? Здесь заслуга принадлежит исключительно поп-культуре. Ключевую роль здесь сыграла легендарная Dungeons & Dragons. В ней паладин был одним из стартовых классов, который непременно должен был следовать добру и свету. Известность игры и ее многочисленные переиздания популяризовали и паладина, который впоследствии стал частым гостем других игровых проектов и фэнтези-вселенных в книгах и фильмах. А что думаете вы? Кого можно назвать паладинами современности? Делитесь своим мнением в комментариях. А у нас на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных роликов. Также ждем вас в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. До новых встреч, друзья!